Добрый вечер! В эфире «Импульс» с новостями пятницы. Вот главные темы к этому часу. Бережное производство. Губернатор Дмитрий Артюхов и руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова посетили Новопортовское месторождение. Есть вариант отправить на нашу электронную почту, на почту электронной больницы НСГБ списки и опять же контактный лицок, с которым можно связаться. Мы договоримся отдать ей вакцинацию. Прививочные бригады выезжают на предприятие нового Уренгоя. Сегодня вакцину получили педагоги и буровики. Мы расскажем, как нужно беречь планету, что такое мусор, как его сортировать, почему именно мы должны это делать. Как сохранить чистоту на планете. Библиотекари провели необычное занятие для воспитанников в Винниклюзии. На Ямале побывала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова. Накануне вместе с губернатором Дмитрием Артюховым она посетила Новопортовское месторождение компании «Газпромнефть» и терминал отгрузки нефти ворота Арктики. На месторождении руководитель Росприроднадзора осмотрела временный шламонакопитель. После окончания бурения компания должна очистить участок в течение 11 месяцев. Технологии утилизации, которые здесь применяются, имеют положительное заключение экологической экспертизы. Ворота Арктики полностью управляются дистанционно и оборудованы автоматизированной системой защиты от разливов. Для обслуживания терминала в акватории Обской губы работают два ледокола Александр Санников и Андрей Велькицкий. При их эксплуатации применяется принцип нулевого сброса. Все твердые и жидкие отходы хранятся на борту и утилизируются на берегу специальными службами. Радует, как меняются подходы наших компаний. У нас работают множество, крупнейшие наши компании. Вопросы экологии. Мы понимаем то, что еще вчера мы видели, сегодня это жестко пресекается. Сейчас любая ситуация экологическая, она несет риск или репутации финансовой, как мы знаем после случая в Норильске, не меньше, чем какая-нибудь технологическая авария. Хотя, конечно, нам еще много надо вместе сделать. И мало. И Арктика очень крупки в целом. Нужно это делать в тесном взаимодействии с учеными. То, чем мы сейчас как раз вместе с компаниями занимаемся. В ходе визита в Новом Мурингое состоялось совещание по актуальным вопросам организации системы обращения с отходами бурения и ТКО. Глава Росприроднадзора предложила усилить муниципальный земельный контроль на территории региона. Кроме того, Светлана Родионова заявила об открытии в нашем городе отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора. Контроль должен быть усилен. Поэтому мы сегодня здесь, мы понимаем свои болевые точки там, где мы недорабатываем. То есть я четко считаю, что мы здесь свою функцию в полном объеме, надлежащим образом, наверное, не выполняем. И нам необходимо здесь усиление. И поэтому регион идет нам на встречу. Мы сейчас разговариваем здесь и о присутствии инспекторского состава. Сколько, сколько людей наберем. У меня вакансии. Приходите. Пожалуйста, приходите. Могу обратиться сейчас. Приходите, пожалуйста, к нам работать в штаб. И приходите общественными инспекторами. Не забывайте об такой функции. Сегодня руководитель Росприроднадзора встретилась с новурингойскими подростками Светлана Родионова. Светлана Родионова побывала в 17-й школе, на территории которой активисты проекта «Эконур» проводили очередную «Экопятницу», собирая пластик и макулатуру. Ученики и учителя показали к голове федерального ведомства и другие площадки, на которых юные горожане проводят научные эксперименты экологической направленности. Моделируют устройства, необходимые для сбережения природы. И выращивают овощи на гидропонике. Продолжение темы далее. Вес 4 килограмма. Исписанные тетради, старые газеты, картонная упаковка. Активисты движения «Эконур» проводят очередную «Экопятницу». В этот раз на территории 17-й школы. Торстерьё, которое несут дети и их родители, аккуратно упаковывают, взвешивают и укладывают в кузов грузовика, чтобы потом отправить на переработку. И так уже четвёртый год. За это время волонтёры собрали 225 тысяч пластиковых бутылок, более 52 тонн макулатуры. Работа не останавливалась даже в пандемию. В этом году, несмотря на то, что были такие у нас условия, мы переместили наши «Экопятницы» зимних двориков в школу на площадки открытые. И весь этот год, каждую пятницу, дети приносили также пластик, макулатуру и жестяные банки. Сегодня на «Экопятницу» заглянула и руководитель Росприроднадзора. Увидев масштабы сбора вторсырья, сразу же взяла в руки микрофон, чтобы сказать спасибо участникам акции. Мне сказали, что это не для меня сделано специально, когда приехал большой чиновник. Его встретили в какой-то специальной акции, что это у вас проходит экологическая пятница всегда. Это вдвойне приятно, потому что делать это по заказу взрослых, по заказу чиновников, это такое вчерашний день. Этого делать не надо, мы здесь живем, нам каждый день необходимо ваше ответственное поведение. Росприроднадзор, поделилась глава ведомства, объявил первую в стране международную премию «Экология дела каждого». Ее победители отправятся в Артек на экологическую смену. Масштабная работа по сбору вторсырья, которую проводят волонтеры Эконура, смело может претендовать на участие в конкурсной программе. Мы должны понимать, что эта бутылка, если она будет выброшена, там будет лежать сотни лет и никуда не денется. А стеклянная бутылка будет лежать вечно. И мы ничего с этим сделать не сможем, а однажды у нас закончится место, куда все это можно выгасывать. Это стратическая история. И в рамках нашей премии мы готовы вас и вплоть до экскурсии на такие объекты, чтобы мы четко посмотрели, что мы можем сделать со своей природой и как мы можем это остановить. Поэтому большое вам спасибо. Впрочем, не весь пластик уходит на переработку. Какую-то часть волонтеры используют сами. Для 3D-печати, изготовления поделок на внеурочных занятиях. Об этом Светлане Родионовой рассказывают уже в здании школы. В ее стенах реализуют множество экологических проектов. Так старшеклассники изучают влияние вредных отходов на почву. Если мы начнем выливать наши отходы в почву, то произойдет вкус. Связано все с физикой. Я знаю, я каждый день это вижу. Я каждый день вижу, и здесь кто-то делает. А давайте, тогда сразу к процессу. Да, конечно. Гости показали теплицу, где зреют лимоны, геоинформационную систему, где с помощью дополненной реальности можно разместить нужные объекты, созданные учениками модели сортировочных комплексов. А еще на базе 17-й школы создан первый в стране профильный класс, где обучают работе на телевидении. В своих программах учащиеся импульс-класса часто освещают проблемы экологии. Будущие журналисты подготовили вопросы и для руководителя федерального ведомства. Что на данный момент, уже сейчас, смогут сделать подростки и молодежь, чтобы поддерживать экологию земли? Первое и понятное – это осознанное потребление. Мы ничего не сделаем, морфология мусора меняется, наше потребление повышается. И осознанное потребление, когда вы берете, не покупаете лишнюю вещь, не берете лишний пластиковый стаканчик. Есть такое выражение, которое я все время цитирую, «Ничего не случится от одного стаканчика для кофе», показало 50 миллионов человек или 500 миллионов человек. У нас миллиарды живет на земле. Поэтому, когда вы это делаете, вы должны понимать, где это останется. И разумное, и рациональное потребление – это первый шаг к тому, чтобы изменить систему. Я надеюсь, что мы тоже свою работу сделаем, и вам не будет за нас стыдно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я буду еще рада. Примерно за час, пока Светлана Родионова осматривала площадки, на которых школьники проводят научные эксперименты экологической направленности, волонтеры успели собрать почти три грузовика макулатуры. Экологическое мышление поможет школьникам в будущем найти технологии, которые смогут перевести нашу планету в порядок. Людмила Завгородняя, Павел Михайловский. Служба новостей «Импульс». Быстрее и удобнее. В Новом Уренгое продолжается вакцинация, и к ней активно подключаются целые компании. Циявки оставляют в новоуренгойской ЦГБ, и медики выезжают прямо на место, чтобы поставить прививку от коронавируса всем желающим. Уже порядка 20 компаний вакцинировали своих сотрудников. Это еще и актуально в период отпусков, ведь, имея прививочный сертификат, не нужно будет сдавать тест при возвращении из другого региона или из-за границы. Сегодня за прививочной компанией двух новоуренгойских организаций наблюдала наша съемочная группа. Спокойное ожидание. В очереди за прививкой лучше, чем тяжелое течение болезни и долгое восстановление впоследствии. Тем более, если вакцинация проходит практически на рабочем месте. Сегодня в Доме детского творчества работает бригада медиков из Центральной городской больницы. Сотрудники организации решили провакцинироваться все вместе. Я глубоко уверена, что сегодня нужно всем привиться, для того, чтобы к осени у наших граждан сформировался коллективный иммунитет. Как призвал нас всех наш президент в своем послании, так и я призываю наших граждан активно прививаться, не оттягивать. В любом случае, только таким способом мы можем победить эту смертельно опасную болезнь. У нас в коллективе несколько сотрудников очень тяжело болели. Я сама болела, поэтому я сама сегодня сделаю прививку. Такой формат был запущен специально для удобства и быстроты процедуры. Чтобы не заезжать в пункты вакцинации, достаточно лишь подать заявку в новую рингойскую ЦГБ. Сделать это можно двумя удобными способами. Можно связаться по телефону, и мы с контактным лицом сами свяжемся и согласуем дату. Есть вариант отправить на нашу электронную почту, на почту электронной больницы НЦГБ, списки и опять же контактное лицо, с которым можно связаться, и мы договоримся о дате вакцинации. Очень хотят работодатели, чтобы вакцинация проходила на предприятиях. Изъявляют действительно желание. Сотрудники Дома детского творчества легкость процедуры оценили. Владимир Ковязин коронавирусом не болел, но привиться хотел уже давно. Как и Ольга Хафизова. Обезопасить себя и своих родных главное, что заботит всех в пандемию. Да и период отпусков не за горами. В любом случае необходимо подстраховать себя, свое здоровье на будущее. Ну и для окружающих это тоже будет большим плюсом. Чтобы исключить страх, так как еду в отпуск. И поэтому хотела бы, знаете, чтобы привиться и спокойно ехать в отпуск, и вернуться без всяких тестов. Уже у меня будет сертификат, и я спокойно буду отдыхать. Недавно в наш город поступила крупная партия вакцины. Это уже хорошо известный всем препарат «Спутник Ви» и относительно новая вакцина «Эпивак Корона». Сотрудники Дома детского творчества получили укольчик со «Спутником Ви», но при желании можно выбрать второй препарат. Как ощущения, поделитесь? Как будто в садике менту ставят. Прививка и правда не болезненна, а еще эффективность российской вакцины составляет 97% после получения второго компонента. Поэтому сотрудники предприятий, конечно, записываются и занимают очереди. Например, в компании «Урингой Бурения» с удовольствием вакцинируются и постоянные сотрудники, и вахтовые рабочие. Это очень удобно, и у нас уже получается большая часть сотрудников вакцинирована. Администрация «Урингой Бурения» хочет выгрозить благодарность центральной городской больнице Кириллу Михайловичу, что вот так вот организован. В Новом Урингое уже порядка 20 предприятий подали заявки на вакцинацию. Второй этап компании тоже будет организован массово. Всего же в Новом Урингое уже получили первый компонент вакцины 7200 человек. Полностью прошли вакцинацию порядка 5000 человек. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечипуренко сообщила, что ситуация в округе остается стабильной. Отмечается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. При этом региональные показатели ниже общероссийского более чем в два раза. С начала пандемии на Ямале провели полтора миллиона исследований, а лаборатории выполняют до 500 тестов в сутки. Дмитрий Артюхов обратился к главам муниципалитетов уделить повышенное внимание вакцинации. Сейчас в силу того, что идет и более теплый период, и в целом по сравнению наблюдается рост, наверное, к уважаемым коллегам, к главам обращаюсь в первую очередь, ну и к справедливо, к руководителям здравоохранения, к больницам на местах. Необходимо снова здесь более требовательно смотреть на все эти вопросы. Видно, что пускай пока незначительно, но все-таки происходит, начинается рост. Поэтому тут очень много будет сейчас зависеть от того, как мы сработаем, и, конечно, как будем ставить прививки. Продолжение следует... Все это дети узнали в ходе просмотра мультфильмов и мастер-классов. Мы расскажем, как нужно беречь планету, что такое мусор, как его сортировать, почему именно мы должны это делать, как вообще беречь нам нужную землю. И, конечно же, сегодня мы проведем мастер-класс, где детки будут сами создавать своими ручками планету, и внутри это будет такая мини-открыточка, внутри которой будут именно деревья, животные, без всякого мусора, без грязи, чистая, экологичная планета. Далее вторая часть выпуска. Оставайтесь с нами. Предприниматели могут получить грант. На Ямале стартовал прием заявок на конкурс бизнес-проектов. Новоуренгойцев приглашают присоединиться к Всероссийскому субботнику. Сбор завтра в 10.00 на площади памяти. Учиться и побеждать. Каратисты клуба «Самурай» успешно выступили в столице Южного Урала. Владимир Путин объявил майские праздники непрерывными. С такой инициативой к президенту обратился Роспотребнадзор. Напомню, планировалась работа с 4 по 7 мая. Теперь выходные будут сплошными с 1 по 10 мая. Рабочая неделя начнется во вторник, 11 мая. Указ об этом будет подписан сегодня, пообещал глава государства. На Ямале стартовал прием заявок на конкурс бизнес-проектов «Свое дело». Подать заявление могут учредители с долей в бизнесе более 50%, а также индивидуальные предприниматели. Участникам должно быть меньше 35 лет. Финалисты получат гранты от губернатора Ямала до 1 миллиона рублей на человека. Заявочная кампания продлится до 10 мая включительно. Заявить о себе можно на сайте своедело89.ру. Представлять бизнес-проекты участники будут в июне. Участникам предстоит пройти три этапа. Отборочный, подготовительный и защиту своих проектов. Обучающий этап будет включать в себя обучение по юридическим вопросам ведения предпринимательской деятельности, вопросы, посвященные финансовой составляющей, ну и также мастерство презентации. В рамках цикла обучающих мероприятий участники будут прорабатывать свою пока что бизнес-идею в бизнес-план. К другим темам в Новом Уренгое собрались врачи, профессора и специалисты в сфере психиатрии. В деловом центре Ямал состоялась окружная конференция, посвященная 30-летию новоуренгойского психонерологического диспансера. Медики обсудили важные аспекты лечения пациентов с психическими заболеваниями. Также поговорили о перспективах развития таких больниц на Ямале. Сегодня в каждой районной больнице есть психиатрические кабинеты, а на территории округа работают 4 диспансера. Увеличилось количество медицинских психологов сейчас в регионе их 56. Радует, что у нас в двух учреждениях, это в окружном психоневрологическом диспансере в Салихарде, в Новоуренгойском диспансере есть телефоны доверия круглосуточные, где можно получить экстренную психологическую помощь, могут сориентировать, куда лучше обратиться или просто прокомментировать жизненную какую-то ситуацию. Я считаю, что это достаточно хорошо. Сейчас вот в ноябрьском психоневрологическом диспансере будет развиваться детский центр по работе как раз с детьми, у которых есть проблемы с речевой патологией. В этом году откроется данный центр. Сегодня в Новоуренгойском психоневрологическом диспансере работают более 200 специалистов. Ежедневно на дневном стационаре лечатся около 58 человек. Новоуренгойский диспансер может похвастаться оборудованием, которое используют взамен медикаментозного лечения, а также диагностической базой. Такая есть не во всех учреждениях. Это и оборудование химико-токсихологической лаборатории, высокоэффективные жидкостные хроматографы, капиллярный электрофорез, которые позволяют определять уже известные всем СИДИКИ, карбогидратов, трансферин, периалкокализм, который выявляется. Также новые психоактивные вещества, которые, так называемые синтетики, которые быстро разрушаются, позволяют все это вывести в современное диагностическое оборудование. Завтра, 24 апреля, новоуренгойцы присоединятся к Всероссийскому субботнику. Он посвящен теме городской среды и экологичного поведения. В 10 часов общественники проекта «Эконур» соберутся на площади памяти и на аллее мужества. Они очистят от мусора общественные территории, остановки и места вокруг них. В Карачаево субботник пройдет в сквере патриотов, а в Лимбияхе – на площади массовых гуляний. Присоединиться к благому делу могут все желающие. Одно золото, три серебра и три бронзы – воспитанники клуба «Самурай» вернулись с соревнований. В этот раз они ездили в Челябинск. Там состоялись первенства и чемпионат Уральского федерального округа по кикусинкай карате. Турнир собрал самых сильных спортсменов из нескольких регионов. За призовые места боролись 700 человек – дети, юниоры и взрослые. Тему продолжит Алена Ядна. Страсти накаляются. Товарищи по клубу знают. Каратисту Александру Венерову сейчас нужна поддержка, а где-то даже подсказка. На пределе все, особенно спортсмен. Ведь на кону финал. Александр провел три боя и все успешно. Домой спортсмен вернулся победителем своей категории. Самым тяжелым, наверное, был первый бой в связи с тем, что было небольшое волнение. Непонятно почему. И поэтому первый бой был сложнее, чем все остальные. На первенстве и чемпионате Уральского и Федерального округа по Кио-Кусинкай каратену в Уренготе заняли 7 призовых мест. Одно первое, три вторых и три третьих. На татами выходили не только дети и юниоры, но и взрослые. Евгений Пик завоевал бронзу. От соревнования остался под впечатлением. Сейчас, наоборот, турниры начали более яркими красками играть. Более разные спортсмены, разные федерации подключаются. Различные техники. И это очень интересно. Сейчас работает намного интереснее, чем до этого. Евгений – действующий боец и тренер. В спорте молодой человек с детства. И после вуза авиационной специальности предпочел воспитывать новых каратистов. Встать на этот путь ему помог тренер клуба «Самурай» Ильдус Аликаев. У меня, например, тренировки тяжелые, трудные. То есть я много спрашиваю. То, что я даю, я хочу услышать в ответ, либо увидеть это в действиях. То есть у меня просто сложно заниматься. Впереди у воспитанников клуба «Самурай» новые испытания. Совсем скоро им предстоит проверить себя на всероссийском турнире, который пройдет в Самаре. Алена Ядня, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». В завершении выпуска еще одна информация. Игровой симулятор, фотозоны, интеллектуальные и развлекательные игры. А также тренинги, литературно-музыкальная программа и дефиле. Вечер этой субботы обещает быть насыщенным. Тысячи библиотек, музеев и книжных магазинов готовились к этому событию очень долго. В этом году всероссийская акция «Библионочь» пройдет в десятый раз. Ее посетят науке и технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Мы приглашаем жителей нашего города. У нас есть ограничение 0+. То есть можно приходить мамам, с детьми, папам, людям разных возрастов. Мы очень ждем молодежь, потому что мы приготовили очень много интересных площадок. Ключевая задумка этой библионочи, которая начнется 24 апреля в 18.00, это книга «Путь к звездам». Так звучит основной посыл нашего мероприятия. И нужно сказать, что у нас главный герой этой «Библионочи» – это маленький принц, известный персонаж нашей многими нами любимой сказки Антуана Сент-Экзупери. Наш выпуск завершен. В студии работала Мария Федорчук. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok